Знаете, когда я думала про путешествия, у меня в голове несколько типов людей. Те, кто очень любит это занятие, готовы тратить на это, ну, хорошие деньги. И второй тип людей, которые не понимают, как там жить в такой комнате, как, например, живу я, и тратя деньги там на путешествия, на какие-то перемещения, и при этом купить себе что-то домой. То есть люди этого не понимают, поэтому, возможно, мое сегодняшнее видео, оно больше для таких людей, которые не совсем понимают, да, зачем вообще нам путешествия, зачем нам жить в другой стране и переезжать. Ну и если вы как бы любите путешествия, но по какой-то причине запросили это занятие, то, возможно, я вас сегодня тоже вдохновлю на то, чтобы вы, не знаю, собрали сумку и поехали даже по своей стране. Погнали! Первая, на самом деле, не совсем очевидная вещь, которую я, опять же, поняла на своем опыте. Начиная с первого переезда в Китай, я осознала такую вещь. Да, я впервые начала общаться с таким количеством вообще иностранных людей. Они были все максимально разными, не говоря уже про самих китайцев, которых я с трудом понимала на самом деле. И, как мне кажется, на тот момент я еще не была, возможно, настолько открыта к тому, что люди могут быть абсолютно другими. Да, не такими, как ты, не такими, как те, кого ты знаешь. Вот опыт интересный. Опять же, он стал такой первой ступенью для меня в познании межкультурного пространства и прочих вещей. Так вот, первая вещь, которую я с радостью хочу выделить, это познание себя. Потому что, когда ты живешь в пределах своей страны, ты, возможно, не так часто задумываешься о том, кто ты есть в пределах своей страны. Что у тебя за культура, какую страну ты представляешь. И, когда ты начинаешь общаться с иностранцами, конечно же, когда ты им говоришь о том, что ты приехал из России, возникает очень много вопросов. И, когда тебе их задают в первый раз, ты можешь находиться немного в ступоре, потому что, в принципе, без путешествий и без общения с иностранцами, ты вряд ли кому-то будешь рассказывать про Россию, да, своей семье, что ли. Они так там живут, как бы все понятно. Поэтому, когда ты общаешься с людьми из разных стран, у тебя выстраивается такое понимание себя, понимание своей страны и культуры. Особенно, когда ты приезжаешь в другую страну, тебя помещают в такие условия, в которых ты максимально не привык находиться. Потому что, когда ты живешь в своей стране, ты себя чувствуешь более-менее комфортно, потому что ты знаешь язык, да, ты можешь общаться с кем угодно, ты можешь выяснить, что угодно. Но, когда ты приезжаешь в другую страну, это стресс 24 на 7, и ты узнаешь себя, какие у тебя могут быть спрятаны твои черты внутри, которые открываются у меня в каких-то экстремальных ситуациях. Поэтому, если вам интересно узнать больше о себе, то вам нужно куда-нибудь переехать. Второе и очень важное, это смена окружения. Опять же, опять же, когда вы живете в пределах одной страны, и в вашем кругу общения нет, например, иностранцев, либо людей из другой культуры, то вы как бы общаетесь с вами подобными, я не знаю, как можно выразиться более корректно на этот счет, но суть в том, что когда вы переезжаете в другую страну, ваш круг общения формируется абсолютно заново. И да, опять же, скорее всего, вы будете общаться с теми людьми, с которыми у вас есть что-то общее, но из-за того, что они, например, росли в другом месте, либо они росли в том же месте, но переехали в другую страну, у них уже другой опыт, другое мировоззрение, и это просто расширяет ваши границы. Опять же, мне кажется, я буду много примеров приводить с Китаем, потому что это прям такая наглядная большая разница, то есть ты растешь в одном месте, где формируются все твои привычки, нормы общественные, и когда мы приехали в Китай и увидели, что, например, китайцы любят чавкать, когда кушают, и в России это, наоборот, дурной тон, когда ты чавкаешь, это максимально некрасиво, меня это, если честно, тоже очень сильно раздражает, но когда мы приехали в Китай, нам рассказали, что наоборот, если ты чавкаешь, то ты показываешь, что тебе очень вкусно, и человек, который приготовил это блюдо, он очень радуется, что тебе так вкусно, и что ты наслаждаешься трапезой. То есть это простой пример того, как нормы в разных местах меняются, и такой опыт очень важен, чтобы понимать, и, возможно, чтобы не быть к себе такими строгими, ты понимаешь о том, насколько все люди разные, насколько по-другому они воспринимают нашу реальность, что они росли вообще с другими как бы нормами, там, правилами, и, возможно, многие вещи, которые раньше ты не мог понять для себя, они становятся ясными. Поэтому путешествие — это очень круто. Либо второй вариант — Францию, когда мы пошли в гости к одному из наших одногруппников. Это прям был такой, наверное, стандартный французский дом, он был в старом городе. То есть я не знаю, это на самом деле не описать, какое это место было красивое. Это был такой небольшой домик с такими деревянными балками на потолке, с этим шикарным камином, с этим старым диваном, то есть там было прям все шикарно. Мы начали общаться на тему отношений, и пара, которая нас к себе пригласила, они как раз-таки высказывали, что во Франции, в принципе, нормально, если ты переспишь со своим другом, находясь в отношениях. Но я думаю, что, опять же, все-таки имеется в виду, чтобы твой партнер был не против этого соития. Но даже сам факт того, что, например, во Франции люди за более, наверное, свободные отношения, и если ты придешь в Россию и скажешь кому-то об этом, тебе, наверное, скажут, что, типа, проститутка, еще что-то. То есть тебя, наверное, будут оскорблять, если ты поддерживаешь такие отношения. Просто разное понимание. Возможно, в России это не так популярно, потому что у нас более консервативные взгляды, но я думаю, что это не повод кого-то оскорблять, потому что просто у них такое мышление, у них такой выбор, главное, чтобы всем в этом выборе было хорошо. Получая новую информацию, границы расширяются, и мы думаем, вау, а так можно было. И находясь в своей стране, в своем городе, и постоянно общаясь с теми же людьми, вряд ли бы у вас был такой опыт, поэтому задумайтесь. И следующее, мне кажется, самое интересное и необычное — это развитие навыков общения. Ну, наверное, я уже причислила это видео к своей области, которую я изучаю в университете, это межкультурная коммуникация, но сравнивая то, как я, например, общалась с людьми, когда я жила в России, и никуда оттуда не уезжала. И то, как я общаюсь с людьми уже после всех моих вот этих опытов жизни в разных местах, я думаю, это совсем другой подход, потому что, когда ты общаешься с иностранцем, мне кажется, ты изначально морально готов, что могут возникнуть какие-то трудности, тебе придется что-то объяснять. Вероятность того, что тебя не поймут или возникнут какие-то, не знаю, барьеры в общении, она более высокая, соответственно, потому что вы росли в разных местах, вы говорите на другом языке, да, возможно, для кого-то из вас он будет родным, но чаще всего, да, это может быть английский язык, который для вас обоих иностранный. И сказав какую-то необдуманную вещь, вы можете либо обидеть человека, потому что у него другая культура, другое понятие. То есть для того, чтобы уметь общаться с иностранцами, вы должны что-то знать о том, откуда он, либо вежливо спросить, потому что иногда люди из какой-то страны, из того, что в их, например, культуре, не знаю, принято открыто спрашивать какую-то вещь, это может задеть человек из другой культуры. Например, такой, мне кажется, очень показательный вариант, как в России мы можем, не знаю, увидеть фотографию человека, либо увидеть человека, уже будет сказать, ой, ты так плохо выглядишь, что случилось? Но если вы, секундочку, задумаетесь, с каким посылом это изначально спрашивается, то, возможно, вы уже сейчас поймете, что что-то тут не так. И даже если, там, я не знаю, это ваша дочь или это ваша мама, и вы говорите такие вещи, мне кажется, это не очень круто. Но, опять же, это все индивидуально. Если вы так спрашиваете, то, ну, мне жаль тех людей, у которых вы это спрашиваете. Если вы зададите такой вопрос американцу, да, что-то ты сегодня плохо выглядишь, что не так. То есть вы спрашиваете это с заботой, потому что, например, в России некоторые так спрашивают. Но человек из американской культуры, он воспримет, мне кажется, это немножечко в штыки, мне кажется, это его заденет. Возможно, он вам не покажет, что ему не понравился вопрос, который вы задали, но он просто, мне кажется, запарится за то, что он якобы выглядит как-то не так. Поэтому этот вопрос будет неуместен именно для вот других культур, я думаю, для большинства. И поэтому развивать навыки общения, навыки тактичности, мне кажется, что вот этот опыт общения с иностранцами как раз-таки помогает это делать. Поэтому если вы хотите развить свои дипломатические навыки, то я думаю, что это тоже вариант для вас пообщаться с людьми из разных мест, из разных стран. Конечно, предыдущий факт, он относит нас к моему следующему факту, это желание изучить что-то новое. Ну, наверное, первое, что вы можете захотеть изучить, это иностранный язык, когда вы приезжаете в место, где, соответственно, да, вы не понимаете, что люди говорят. Любому человеку будет некомфортно находиться в том месте, когда все люди говорят на другом языке, и ты его не понимаешь. И как минимум вы захотите выучить тот язык, на котором говорят вокруг, если вы приезжаете в другое место, то это 100%, либо выучить хотя бы английский, как минимум, потому что это такой ходовой язык, с ним вы, мне кажется, нигде не пропадете. Даже если вы иностранец и приезжаете в Россию, то есть хоть что-нибудь вы сможете выяснить на этом языке. Говоря о других вещах, на самом деле, общаясь с людьми, например, из Франции, то есть ты проявил, что в России, когда ты заканчиваешь школу, чаще всего ты идешь на такие направления, как, не знаю, менеджер, инженер, какой-нибудь инъяс, то есть у нас такие базовые направления учебы, у нас такие. Но когда ты приезжаешь во Францию, и базовые направления учебы там, они абсолютно другие, то есть у них большее такое-то искусство, литература. Опять же, это очень обобщенно, понятное дело, что они также изучают менеджмент и продажи, но именно большее такое направление идет в более творческую сторону. И когда ты общаешься, например, с людьми из Франции, узнаешь о том, что они изучают, тебе может тоже понравиться это направление, и ты можешь начать относиться к нему совсем по-другому. Из-за этого у тебя, не знаю, появится желание, не знаю, либо изучать что-то в этой теме, либо если человек расскажет вам о каком-то необычном хобби, которым по большей части занимается у его страны, это тоже может вызвать какой-то интерес. Не знаю, я просто так вдохновенно об этом говорю, потому что я не представляю, как кто-то в принципе может отказаться от такой возможности, но опять же, это только мое мышление, и я знаю, что люди разные, поэтому я просто пытаюсь вдохновить вас так же, чтобы вы хотели выучить что-то новое, пообщаться с новыми людьми и все, что с этим связано. Ну, конечно же, изучение иностранных языков, оно в принципе заставляет ваш мозг думать по-другому, потому что, например, в русском какое-то одно вещь, вы можете сказать, построив предложение вот так. Если вы будете говорить об этой же вещи на китайском, вам нужно вообще переосмыслить эту фразу, и с тем, что мы в русском заканчиваем предложение, в китайском оно может начаться, либо во французском, поэтому это в принципе очень классная перезарядка вашего мозга, и потом ваше мышление становится максимально неординарным, ну потому что, вау, вы можете слагать мысли на другом языке, мне кажется, это изначально очень классно, поэтому если хотели начать учить иностранный язык, то я думаю, время пришло, дерзайте. Ну и, конечно же, все эти факты, о которых я сегодня рассказала, они ведут к расширению ваших горизонтов и пониманию вообще ваших возможностей. Опять же, на моем опыте могу сказать, что когда я жила в России и никуда не выезжала, у меня был какой-то потолок надо мной, что вот я закончу универ, пойду работать переводчиком на какой-нибудь завод, и, может быть, иногда буду путешествовать. Да, если повезет. То есть вот такая вот фраза всегда, ну если получится, если повезет. То есть я не могла подумать о том, что ты можешь реально взять за свою жизнь, если ты хочешь пойти путешествовать, то ты можешь встать и сделать это, либо там отложить деньги и сделать это, то есть опять ты стараешься ради того, чтобы это получилось. Когда я переехала в Китай, это было первое, наверное, раздвижение моих границ, что вообще мир такой огромный, и ты можешь действительно в любой момент поехать в другое место, не знаю, начать там учиться, работать. То есть вариантов на самом деле множество, и, как я всегда говорю, что чаще всего незнание приводит к тому, что мы не пользуемся всеми возможностями. А путешествие — это приобретение новых знаний. Жизнь из-за границы и в других странах — это приобретение новых знаний, которые расширяют ваши возможности. Потому что даже если, да, я не говорю там про какие-то знания в области образования, по типу вы узнали какой-то новый феномен в науке, да, это знание именно жизненное, которое даже с тем уровнем образования, который у вас сейчас существует, это просто знание о том, что, например, не знаю, в какую-то страну Европы можно переехать бесплатно, либо можно поступить бесплатно куда-то с вашим уровнем знаний. То есть это расширяет ваши границы, несмотря на то, что именно по знаниям, по образованию вы как-то там не преисполнились, да, еще вы, что есть у вас остался тот же самый уровень. Поэтому расширение границ вам обеспечено, расширение ваших возможностей тоже вам обеспечено. И вы просто даете себе возможность мечтать больше, обширнее, и вы не боитесь сказать, что вот через пять лет я вижу себя там, не знаю, в какой-нибудь Франции, я буду жить в своем доме, на Лазурном берегу. То есть вы не боитесь говорить себе эти вещи, потому что это все возможно. Поэтому путешествуйте. Если вы мечтали переехать в другую страну, то дерзайте. Это будет очень сложно. Но то, что из этого выйдет, я думаю, вам очень понравится, потому что это всегда опыт. Пишите в комментариях ваши причины, почему вы путешествуете, либо почему вы хотите, чтобы другие люди тоже начали путешествовать. Мне кажется, будет очень интересно почитать, как мне, так и всем другим. Спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok